Суббота На старт, внимание, погнали! Через 5 минут Бочаров получает шайбу в углу площадки, переводит ее по борту на Коршкова, тот подключает в правом круге Шевченко и нападающий Амура удваивает преимущество своей команды. За 5 минут у Коршкова 0 плюс 2, у Бочарова 1 плюс 1. За 3 минуты до конца первого периода Борис зарабатывает большинство, но тут же получает контратаку, слепец убегает по левому флангу, смещается в середину и точным броском в дальний верхний угол переигрывает Эдди Паскуале. В этом эпизоде Игорь Бабков записал на свой счет первый голевой пас в чемпионате. Дальше в воротах у Борисов появился Андрей Шутов, но и он сухим не ушел. На 8 минуте второго периода Бродхерст забрасывает четвертую шайбу Амура в этом матче. Сперва бросил Дроск, парировал этот выстрел Шутов, затем был заблокирован бросок Капустина, но шайба пришла к Бродхерсту и тот с неудобной руки точно пробил по воротам. Середина третьего периода, очень здорово проводил матч Игорь Бабков, но здесь его переигрывает Евгений Рымарев с передачи Романа Старченко, делает тот счет 4-1. Амур одерживает шестую победу подряд и он еще ближе к выходу в плей-офф. Во Владивостоке продолжается неделя азиатской культуры. В пятницу Адмирал принимал челябинский трактор. Гостям было достаточно набрать одно очко, чтобы официально выйти в плей-офф. Однако на восьмой минуте Джованни Фьора реализует большинство. Бучеликов из круга на лицевую линию, Горшков доставил шайбу на пятак и оттуда Фьора пробил Зака Фукали. Через минуту Адмирал убегает в атаку, Гутик тащит шайбу, обыгрывает классно соперника, скидывает шайбу на дальнюю штангу и Павел Махановский замыкает эту атаку. Первый гол Павла в сезоне, ну и классно Гутик здесь разобрался с Григорием Дроновым, оставив того абсолютно неудел. До перерыва челябинцам удается одну шайбу отыграть. Здесь бросок Ильи Карпухина достигает цели. Джек Родуволд и Егор Попов в ассистентах. 2-1. Хороший бросок с ползоны из-под соперника получился у защитника трактора. 8 минут уже до конца третьего периода. Адмирал пытается выбраться из зоны. Котлеревский набрасывает шайбу на пятак и Владимир Жарков забивает свой второй гол в этом сезоне. Это его первая шайба с середины сентября. Счет равный 2-2. Последняя минута третьего периода. Команды постепенно движутся к овертаймов. Брасывает шайбу в зону трактор. Здесь борется Чарльз Робинсон. Бросок по воротам наносит Джек Родуволд. И Виталий Кравцов подкараулил отскок. Из дальнего пятака шайбу добавил в ворота. 3-2. 18-й гол Виталия Кравцова в этом сезоне. Трактор одерживает волевую победу и официально выходит в плей-офф Кубка Гагарина. Нижегородская торпеда, уступив в среду хоккейному клубу Сочи со счета 2-3, в пятницу снова встречалась с южанами на их площадке. В середине первого периода Кирилл Рассказов выводит хозяев вперед, реализуя большинство. Криштов доставил шайбу на лицевую линию, Рассказов выкатил на ближнюю штангу и здорово с неудобной руки послал шайбу в верхний угол ворот Адама Хуски. В концовке второго периода Чебыкин простреливает на пятак и Рассказов оформляет дубль. Это также гол в большинстве. Выиграл позицию Рассказов на пятачке и смог протолкнуть шайбу мимо Адама Хуски. Начало третьего периода. Здесь большинство уже у торпедовцев и очень быстро его реализует Сергей Гончарук. Коваленко выиграл вбрасывание, Шавин скинул шайбу на Гончарука и тот верхом переиграл Михаила Бердина. Меньше полутора минут до конца третьего периода. Сочинцы перехватывают шайбу. Хафизов отправляет в прорыв Даниила Серауха и тот переигрывает Адама Хуску. 3-1. Продолжаются проблемы у нижегородцев в концовке регулярного чемпионата. Это восьмое поражение команды Игоря Ларионова за последние 10 матчей. На Востоке в этом году ожесточенная борьба идет не только за восьмую, но и за первую строчку, о чем мы, кажется, немного подзабыли. Тем временем Авангард отстает от Металлурга всего на одно очко и после сегодняшнего матча сразится со Столиварами еще раз, но уже на их площадке. Соперники подходят к кочной встрече на фоне двух поражений подряд, а потому с настроем и у тех, и у других будет все в порядке. Так что бегом на G-Drive арену. Там сегодня обещает быть жарко. Команда устроила насыщенный первый период. Уже на дебютной минуте Авангард мог открывать счет. Дальний бросок Чистякову пришелся в лицевой борт. Шайба выскочила на ближнюю штангу и спунер пытался ее отсюда добавить. Через пару минут отвечает уже Металлург, выводит шайбу из зоны Минулин. Гребенкин получает шайбу справа, набрасывает на пятачок. Гераскин пытался клюшку подставить и в итоге рикошетом от Хопченко шайбу в штангу попадает. Павел Хопченко вернулся в состав Авангарда после травмы. Тут же момент у Авангарда, скидка за спину бушет. Качев бросает из правого круга, но не попадает. Пятая минута первого периода. На скорости врывается Металлург в чужую зону, бросает Юров, но он не точен. Прошло всего лишь пять минут, а моментов голевых уже хватает. Середина первого периода, Игуманов прорывается по центру, скидывает шайбу налево. Николишин бросает в дальний угол, но щитком парирует бросок Илья Набоков. Еще один шанс у Авангарда. Скачев зацепился за шайбу, очень остроумно скинул ее себе за спину, сблизившись с вратарем. Но переграть Набокова Райан Спунер здесь не смог. По-прежнему нули на табло. Пять минут до конца первого периода. Зернов цепляется за шайбу в средней зоне, прорывается сквозь двух соперников. И своевременно выкатившийся из ворот Павел Хомченко смог с броском нападающего Металлурга справиться. 3.40 до конца первого периода. Ткачев на Прохоркина, тот простреливает на пятак, но Буша из этой позиции нанести бросок не смог. На старте второго периода Игорь Мартынов нарушает правила в средней зоне. Оформил он подножку против Робина Пресса. Но, правда, этим большинством Металлург не воспользовался. Тем более, что через минуту удалился Юров. И шанс у Авангарда. Пьянов отдает передачу на лицевую линию спунеру. Тот возвращает шайбу Буше. Гроссмейстерская пауза. Бросок в дальний угол, но Буше не попадает. Шестая минута. Жафяров улетает по правому флангу. Дожидается подключения партнера. Скидывает шайбу на Мурылева. Перевод на дальнюю штангу. И Иван Николишин выводит Авангард вперед. 1-0. Классная поперечная передача Жафярова. Проблемы с обработкой были у Мурылева. Но он смог протолкнуть шайбу на партнера. И Николишин в этом эпизоде Илью Набокова переигрывает. Пропущенная шайба активизировала Металлург. И пошла команда Андрея Разина отыгрываться здесь. Опасный бросок от Архипа Николенко. Выкатился он из-за ворот. Метил в ближний угол. Но надежно сработал Павел Хомченко. Спустя 2 минуты проходит диагональ на Михайлеса. Бросок из левого круга. И выше ворот шайба летит. 9.30 до конца второго периода. Снова длинным пасом начинает атаку Металлург. Зернов оказывается с шайбы. Проезжает за ворота. Пытается завести ее в левый от вратаря угол. Но Хомченко успевает вытянуть щиток. И бросок зернова остановить. Минута проходит еще одна. Снова длинная передача от защитника. Полевко выводит Юрова. Тот далековато шайбу отпустил. Но и все равно Хомченко не переиграл. 7 минут до конца второго периода. Бойков какой-то невероятный подарок делает Никите Гребенкину. Хомченко вообще не ожидал такого развития событий. Но и он все равно в такой ситуации умудрился остановить бросок. Ну и плюс сам Бойков свою ошибку подправил. Момент сумасшедший был у Металлурга. Наверное, самый опасный во втором периоде. Депресс ошибается на синей линии. Выход 2 в одного авангарда. Буше берет игру на себя. Бросает сам. Набоков выручает свою команду. 4 минуты до конца второго периода. Проходит передача налево. Гребенкин проходит по флангу. Смещается в центр. Подключает партнера. Бросок Люка Джонсона и Павел Хомченко в игре. На пятой минуте третьего периода Шеребзянов отправляет в проход Игумнова. Тот подключает слева Жофярова. 18 номер авангарда лезет на пятак. Пытается пробить. Игумнов пытается добавить. Но здесь Металлург держится молодцом. 8.40 до конца третьего периода. Диагональ на Прохоркина. Того пытается принять на мельницу орехов. Но Прохоркин устоял. Жофяров шайбу подхватил. Прострелил из угла. И шайба отправилась в ворота Металлурга. 2-0 в пользу авангарда. Рикошетом от Егора Яковлева этот гол случился. У Жофярова сегодня 1 плюс 1. И это, пожалуй, лучший матч для Дамира с момента его перехода из Акбарса в авангард. Еще через 4 минуты очередную быстро атаку проводит авангард. Николешин забирается справа. Разворачивается. Подключает на синей линии Игумнова. Перевод налево. 1 перед воротами Чмыхов. И он находит лазеечку в верхнем ближнем углу ворот Ильи Набокова. 3-0. Две шайбы авангард забрасывает в течение 4 минут. И это, конечно, выглядит приговором для Металлурга. Но команда Андрея Разина не сдается. За 5 минут до конца. Несколько опасных бросков. Здесь шайба попадает после подставления от Силантьева в штангу. Никак бы уже Хомченко своей команде не помог. Чуть больше 100 секунд до конца. Люк Джонсон проходит за ворота. Выкатывается в левый круг. Бросает оттуда. И шайба отправляется в сетку. Силантьев забивает. Однако этот гол судьи после пересмотра не засчитали. Шайба попала в высоко поднятую клюшку. И все абсолютно правильно. Все абсолютно закономерно. Этот гол отменен. Счет по-прежнему 3-0. Последняя минута основного времени. Яковлев бросает от синей линии. Хомченко очередной сейф оформляет. 41 спасение сегодня на счету Хомченко. И первый шатаут в этом сезоне. Вот это возвращение. 3-0. Авангард. Лидер Востока. На арене Мытищи. Кунь-Лунь принимал Минское Динамо. В середине первого периода на исходе большинства опасный момент создают гости. С броском Горбунова справляется Джереми Смит. Но подбор остается за Вячеславом Основиным. И тот заходит на бросок из левого круга. Шайба отправляется точно в дальний угол в ворот Джереми Смита. 1-0 в пользу Минчан. В концовке несколько шансов упускает Кунь-Лунь. Здесь Грауас попадает в каркас в ворот. А через пару минут Колин Кэмпбелл атакует из-под соперника. И успевает переместиться в дальний угол. Выловить шайбу Дилан Фергюсон в этом эпизоде. Седьмая минута второго периода. Паркер Фу ошибается при передаче. Перехватывает шайбу защитник Павел Денисов. Спещается налево. Набрасывает шайбу на ворота. И что-то невразумительное делает здесь вратарь Кунь-Луня. Джереми Смит попытался шайбу поймать. Не отбить, ничего другого сделать. Именно поймать. И попытка оказалась провальной. Шайба в дальний угол ворот Кунь-Луня заскочила. Но буквально через 30 секунд Кунь-Лунь своего голкипера выручает. Локхард со второй попытки смог доставить шайбу на дальнюю штангу. И Дэвин Бросо делает счет 1-2. Лукас Локхард и Тайлер вон у него в ассистентах. Не успел здесь уже Фергюсон, конечно же, переместиться в левый от себя угол. Пять минут до конца второго периода. Пинчук убегает на встречу со Смитом. Нарушает правила на нем Райан Меркли. И судьи назначают штрафной бросок в ворота Кунь-Луня. Пошел его реализовывать Данил Сатишвили. Но Джереми Смит действует надежно. Закрывает он домик и не позволяет себя переиграть. И что происходит дальше? Спустя минуту начинает Кунь-Лунь в быструю атаку. Диагональный перевод Брэндона Иппа в левый круг. И Тайлер Грауац передает привет своей бывшей команде. Отправляя шайбу в дальний угол ворот. Мимо ловушки Дилана Фергюсу на шайбу пролетает. Классный выстрел. Брэндон Ипп и Джек Челлиус в ассистентах. В дебюте третьего периода очень не повезло Коте Керну. Пытался по бортику шайбу запустить Райан Спрул. А в итоге она пала точно в лицо защитника Минского Динамо. Но благо отделался более-менее легким испугом Коте Керн. И игру продолжил. Восьмая минута третьего периода. Минское Динамо реализует большинство. И возвращает цивилидерство. Это Александр Волков бросил по воротам Фридс. Шайбу Смит парировал. И Волков здорово сработал на дальнем отскоке. Меньше полутора минут до конца третьего периода. Уже в воротах Кунь-Луни оказался Джерусик. Он поехал на спену. Вышел шестой полевой. И в этот момент Коти Керн из своей зоны послал шайбу точно в цель. Вот так вот Коти Керн отреагировал на попадание шайбы в его лицо. Отправил ее прямо в ворота. 4-2 команда Дмитрия Квартального одерживает гостевую победу над Кунь-Луни. Подмосковный Витязь проводил последний домашний матч в этом сезоне. В гости в Балашиху пожаловала московская Динамо. На третьей минуте гости открывают счет. Поленков отдает длинную передачу на Ильенко. Тот находит Егора Петухова. И мощным выстрелом в верхний ближний угол Петухов посылает шайбу. За 9.50 до конца первого периода Рашевский посылает за ворота Джордана Уилла. Тот пытается шайбу завести. И на помощь приходит рикошет от экипировки Максима Дорожка. 2-0 в пользу Динамо. Рашевский и Приблеский в ассистентах у Джордана Уилла. Еще через 3 минуты динамовцы включают высокий прессинг. Шайбу перехватывают в чужой зоне. Гусев скидывает шайбу в центр. Бросает Палышев. И добивает Джордан Уилл дубль нападающего Динамо. Малышев и Гусев у него в ассистентах. 3-0 по итогам 13 минут и 14 секунд этого матча. Большинство у Динамо. 3.45 до конца первого периода. Уилл скидывает шайбу за спину. Перевод Менелла налево. Мягкий выстрел в касание от Гусева. 4-0. Реализует Никита большинство. Набирает свое 83-е очко в регулярном чемпионате. Это новый рекорд результативности для Гусева за один сезон КХЛ. До перерыва удается одну шайбу Витязи отыграть. Владислав Кара с вершины заряжает точно в дальний угол. Выиграл вбрасывание Галузин. И не замедлил с броском Кара. Точно в цель шайба направляется. Середина второго периода. Барак цепляется за шайбу в средней зоне. Передача на Скотта Уилсона. И тот ловит на противоходе Илью Коновалова. 2-4. Витязь постепенно бросается в погоню. И шансы на спасение, как и время, еще остается. Шестая минута третьего периода. На синей линии с шайбой оказывается Руслан Пидан. Наброс на пятак. И клюшку подставляет Иван Воробьев. С лету переправляет шайбу в ворота Коновалова. 3-4. И время на спасение еще остается. Мега камбэк Витязя назревает. 5 минут до конца третьего периода. У хозяев большинство. Но они допускают чудовищную ошибку в средней зоне. В ноль убегает Егор Петухов. И оформляет дубль нападающий Динамо. 5-3. Большой привет здесь отправляется к кистам Витязя. Которые допустили ошибку. Ну и дорожка свою команду тут уже не выручил. С пустыми воротами играет Витязь. И за 2-20 до конца. Гусев набирает свое третье очко. Оформляет дубль. 84 балла на счету у Никиты. До рекорда Сергея Мазякина, который набрал 85 очков. В свое время остается всего 1 балл. Победа Динамо. 6-3. В Ярославле встречались третьи команды своих конференций. Локомотив и Салават Юлаев. Хозяева уже на 29 секунде матча открывают счет. Максим Шулунов в передаче Максима Березкина. Переигрывает вернувшегося в ворота Салават Юлаева Александра Самонова. Также голевую передачу записал Артур Каюмов. За 7 минут до конца первого периода допускает грубейшую ошибку у своих ворот Динар Хафизурин. Локомотив шайбу перехватывает, но Самонов свою команду выручает. Ни Каюмов, ни Шулунов не смогли здесь пробить голкипера у финцев. Четвертая минута третьего периода. Симышев заряжает от всей линии. И Никулин здорово действует на пятаке. Шайба отправляется в ворота. 2-0. Также голевый пас у Дениса Алексеева. Еще через 5 минут снова на периметре. В чужой зоне оказывается Локомотив. Симышев закрывает зону. Набрасывает шайбу на пятак. И Каюмов с двух попыток разбирается с Александром Самоновым. 0-2 у Симышева. 0-2 у Березкина. 1-1 у Каюмова. И 24 сейва на счету Данила Исаева. 3-0. Локомотив одерживает сухую победу. В Мегаспорте встречались четвертые команды своих конференций. Спартак и Акбарс. За 7 минут до конца первого периода. Шипачев доставляет шайбу на синюю линию. Бросает по воротам Митчелл Миллер. И Кирилл Петров здорово действует на пятаке. Крюшку подставил. И шайбу в ворота Андрея Кореева переправил. 7 минут уже до конца второго периода. Ковальчук получает шайбу на своей синей линии. Проходит среднюю зону. Эффектно обыгрывает Адамчука. Но здесь попадает в перекладину. Амир Мефтахов сегодня появился в воротах у казанского Акбарса. Должен был защищать ворота Тимур Белялов. Но основной голкипер Казанцев получил травму на разминке. После этого эпизода происходит вбрасывание в зоде Казанцев. Отправляется Акбарс в контратаку. Классную передачу отдает Семенов. Кошелев пытается шайбу обработать. Нарушает на нем правила Семен Ручкин. Цепляет клюшкой форварда Акбарса. И за это судьи назначают штрафной бросок в ворота Спартака. Сам Кошелев идет его исполнять. Справа смещается налево. Паузу шикарную выдерживает. И кладет шайбу под перекладину в ворот Спартака. 2-0. Кореев уже лежит на площадке. Лежит на льду. И никаких шансов у него здесь не оставалось. 7 минут до конца третьего периода. Проходит за ворота Галиев. Классно скидывает шайбу на право относительно вратаря штангу. И Кошелев броском точным оформляет дубль. 3-0. У Амира Мефтахова сегодня 28 сейвов в неожиданном старте. И игра на ноль. Акбарс наносит Спартаку второе поражение подряд. Обидно, но ничего не попишешь. На сегодня это все. Но это не повод унывать. Новый игровой день начнется всего через несколько часов. И порадует нас пятью встречами. Среди которых такие матчи, как Северстальнефтехивик и СКА Торпеда. Так что неделю мы завершим весьма достойно. Это был Скользкий Лед на Кинопоиске. До завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok